Реа Новости Напомним, власти Севастополя в 2015 году предоставили ночным волкам в аренду на 10 лет земельный участок площадью почти 267 гектаров в Балаклавском районе города около горы Гасфорта для размещения там спортивно-патриотического центра. Законодательное собрание Севастополя тогда не поддержало решение, мотивировав позицию отсутствием общественного обсуждения проекта и заключения договора аренды соответствующего закону. Сейчас этот вопрос в стадии проработки, как и все земельные проблемы, не нашедшие решений за последние два года. Решения принимались в ручном режиме, процедуры не были утверждены, поэтому мы находимся в ситуации развития многих аналогичных конфликтов. Во время подготовки ежегодного байк-шоу они встречались со мной. Александр Залдостанов упомянул, что ситуация находится в подвешенном состоянии. «Я собираюсь разобраться и в рабочем порядке предложить решение. Мне кажется, в данном случае должен быть найден компромисс по той площади, которая им реально необходима. Нужно садиться и обсуждать все условия ограничения». Исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Дубовик ушел в отставку. Как сообщает официальный сайт правительства города, в Рио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников удовлетворил ходатайство об отставке Евгения Дубовика, который после отставки правительства Севастополя занимал должность исполняющего обязанности заместителя губернатора председателя правительства Севастополя. Он покидает свой пост с 24 августа. Трудовой договор расторгнут. Соответствующий указ Дмитрий Овсянников подписал вчера. Дмитрий Овсянников. Дмитрий Овсянников. Дмитрий Овсянников. Так, сейчас воды нет в части домов по улицам Михайловская, Симонок и Громова. Возобновить ее подачу обещают после 15 часов. А вечером в 23.00 без водоснабжения останутся все здания, расположенные по улицам Симферопольская, Ковпака, Готская, Молодых строителей, Гидрографическая, Московская, Косарева, Шевченко. Воды также не будет в ряде домов по улицам Хрусталева, Силаева, Льва Толстого, Руднева, проспекту Генерала Острякова. Включить воду обещают завтра после 6 часов утра. Также с часу ночи до 6 утра 25 августа воды не будет по улицам Новороссийская, Ленина, Одесская, Большая Морская, Кулакова, 300-летие российского флота, Синявина, Щербака, Советская, Суворова, Володарского, Павлюченко. Не будет воды и в ряде домов по улицам Гоголя, Капитанская, Генерала Петрова и площади Нахимова. Отключения связаны с ремонтом, а также с заменой пожарных гидрантов на сетях городского водопровода. Завтра в Севастополе завоют сирены. Об этом сообщает пресс-служба правительства. 25 августа запланирована комплексная тренировка по оповещению населения в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации. Пройдет она с 9 до 12 часов. Сирены включат в 11.00. Информирование горожан также будет идти по сетям проводного теле- и радиовещания. В Севастополе сохраняется пожароопасный период, напоминает пресс-служба правительства. Особый противопожарный режим был установлен еще 10 апреля. С начала этого периода на территории города произошло 339 случаев возгорания сухой травы. Три из них наиболее крупные. 26 июня в районе села Фруктовое пострадало 3 гектара леса. 13 июля недалеко от поселка Сахарная Головка загорелся участок площадью 2 гектара. 3 августа загорелась территория возле села Родниковое. Площадь возгорания составила 1 гектар. Главной причиной возгорания спасатели называют человеческий фактор. Управление гражданской защиты Севастополя и Центр гражданской защиты Севастополя призывают граждан воздержаться от посещения лесных массивов в период сухой и ветреной погоды, соблюдать требования пожарной безопасности при работах на дачных и при усадебных участках. В случае обнаружения лесных пожаров сообщайте о них по номеру 101. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 2012-м результат Александра – 1036 фигурок – побили немцы. Теперь, чтобы вернуть свое первенство, мужчине необходимо поставить больше 1055 костяшек на одно ребро. К работе Александр Бендиков приступил сегодня ровно в 10 утра. Весь процесс займет более пяти часов. О том, будет ли установлен в Севастополе новый рекорд Гиннеса, наши журналисты расскажут вам в следующих выпусках новостей. Я как-то увидел по телевидению, вот, парень ставил рекорд, тогда это было 400 где-то костяшек, вот, 401 костяшка, это был американец. Я сразу, ну, заинтересовался, мне стало интересно, как это вот он делает. Значит, я поставил 522. Это мой был первый диплом. Ну, а потом у меня появился, как бы, интерес ставить рекорды. Я специально хотел его поставить в Севастополе, потому что хочу здесь бросить якорь, как бы, и уже здесь какие-то рекорды ставить новые, а не только с домино, может быть, чего-то еще. 50 новых книг по гуманитарным дисциплинам пополнили библиотечный фонд школы номер 23. Предназначены они преимущественно для внеклассного чтения и самостоятельного изучения. Учебники поступили в рамках акции «Помощь школам Севастополя». Ожидается, что к началу нового учебного года литературой пополнятся фонды еще пяти школьных библиотек. Вся история русской армии и флота на 400 страницах. От бескровной победы вещего Олега над Царьградом до кровавых 40-х 20-го столетия. Сборник «Русские победы» – познавательный исторический справочник для среднего и старшего школьного возраста. Книга в твердом переплете включила в себя свыше тысячи иллюстраций, картосхем и графических зарисовок. События пересказываются по-военному, кратко и лаконично, чтобы юные читатели не упустили самого основного. Главные герои – выдающиеся русские военачальники и флотоводцы. Знакомиться с ними в новом учебном году будут ученики 23-й школы. По ВГОСам, по тем требованиям вообще программ, по гуманитарному циклу у нас есть такая важная задача – научить ребенка проектировать. Научить ребенка проектировать или воспроизвести какое-то важное историческое событие. Я думаю, что такая книга даст возможность, вы знаете, не только, наверное, психологически, даже как-то чувственно, притрагиваясь к таким интересным страницам, картам, событиям, личностям, вдохновить ребенка на такие вот творческие работы, которые очень важны сегодня для того, чтобы ребенок имел собственное портфолио. «Русский язык от А до Я» – уникальное издание, тираж всего 500 экземпляров. Пособие компактного размера, плюс разбито на тематические блоки – от алфавита до сложных синтаксических конструкций. Настольная книга филолога. Она послужит хорошим таким подсказкой, как бы учащимся. Самые главные, самые необходимые правила, таблицы – всё это такое суммируется, и можно от ксерокопировать, прийти в библиотеку. Она у нас будет стоять на видном месте, она в единственном экземпляре. Библиотечный фонд 23-й школы пополнили 50 новых книг. Историческая литература поселится по соседству с художественной. А это целый арсенал русской классики. Пушкин, Толстой, Достоевский, Гоголь и другие. По акции «Помощь школам Севастополя» их предоставила общественная палата города и Гагаринский районный муниципалитет. Важно, чтобы дети имели доступ к постоянной библиотеке, и в библиотеке были новые, хорошие, яркие книги. Потому что таким образом можно, скажем так, обеспечивать постоянный интерес детей к развитию, к знаниям и, собственно, к воспитанию правильных ценностей. Образовательная акция длится на протяжении двух лет. За это время новыми книгами обеспечили порядка 20 школ города и сельской местности. До 1 сентября литературой пополнятся фонды ещё пяти школьных библиотек. Анастасия Синица, Александр Дементьев, информационный канал «Севастополя». Поддержать российских паралимпийцев решили севастопольские волонтёры и члены молодёжных организаций. Акцию, в которой мог принять участие каждый севастополец, провели прямо на Приморском бульваре. Любой желающий мог написать письмо со словами поддержки нашим спортсменам. Для сборной севастопольские дети также нарисовали рисунки. Их вскоре отправят спортсменам. Напомним, вчера спортивный арбитражный суд утвердил отстранение всей российской сборной от участия в паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Мы сегодня решили провести такую акцию в поддержку наших спортсменов. Сегодня проходит выставка рисунков. Ребята обратились к детским садикам, к интернатам, для того, чтобы молодёжь в возрасте 7-10 лет нарисовала своё видение по паралимпийцам. Вот, собственно говоря, вот эти рисунки сегодня мы выставляем. Их порядка 60 на сегодняшний день. И каждый желающий сегодня севастополец сможет написать письмо в поддержку паралимпийской сборной, либо конкретным лицам. И всё это комплексно будет уже направлено в Паралимпийский комитет России. Это подлость. Нельзя спорт, тем более Олимпиаду, смешивать с внешнеполитическими моментами. Как вы знаете, на время Олимпийских игр в античные времена прекращались все войны. И Пьер де Кубертен, когда задумывал возродить Олимпийские игры, он именно вот с таких вот миролюбивых позиций их задумывал. Потому что и так много боли, много войн, много жестокости и насилия в нашем мире. Много неправильного происходит. И очень обидно, когда вот это переводят, ретранслируют, экстраполируют на Олимпиаду, на спортсменов. И о погоде на сегодня. 24 августа в Севастополе малооблачно. Днём местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха днём до 27 градусов, ночью до 25. Море прогрелось до 26 градусов тепла. Это была последняя информация выпуска. Больше о городских событиях в следующих выпусках новостей. До встречи в эфире.